Мой депутатский запрос адресован премьер-министру Смаилову. Настоящим запросом поднимаются вопросы деятельности акционерного общества Центра международных программ по вопросам соблюдения законодательства, регламентирующая подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в рамках международной стипендии президента Республики Казахстан Балашак, а также целевого использования бюджетных средств, затраченных на ее реализацию. За прошедшее время в зарубежных вузах по программе Балашак прошли обучение свыше 15 тысяч стипендиатов. Подготовлено почти 12 тысяч специалистов. И, соответственно, эти цели за последние 12 лет выделено порядка 200 миллиардов тенге. Однако в результате не всегда должной организации работы Центра и надлежащей координации со стороны Министерства науки и высшего образования средства, выделенные на подготовку и повышение квалификации кадров за рубежом, используются нерационально. Есть факты хищений. Это влечет необоснованные бюджетные затраты. В частности, отсутствует эффективный механизм мониторинга трудовой деятельности стипендиатов и возмещения бюджетных средств, затраченных на их обучение. Отдельными выпускниками Балашак нарушаются требования о возвращении в Республику Казахстан и осуществление непрерывной трудовой деятельности по специальности согласно правилам отбора претендентов для присуждения международной стипендии Балашак. И известно о тысяче таких фактов. Таким образом, фактически мониторинг трудовой отработки формален и не влияет на добросовестное исполнение стипендиатами обязательств. Кроме того, имеются факты неправомерного снятия обременений залогового имущества. В соответствии с пунктом 15 правил заключения договора на обучение со стипендиатами, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге у Центра, осуществляется после надлежащего исполнения стипендиатом всех договорных обязательств. Но, несмотря на это, экс-руководством Центра были приняты решения о снятии залога по выпускникам не исполнившему обязательства, а затраты на обучениях составились выше 100 миллионов тенге. В целом, задолженность более 340 лишенных и 60 отказавшихся от стипендий лиц составляет более 6,5 миллиардов тенге. При этом, процесс возврата государства этих средств носит длительный характер. Этому способствует и бездействие ответственных лиц Центра. К примеру, в результате процессуальных упущений судами отказано в удовлетворении исков на сумму свыше 40 миллионов тенге, основанием которых является пропуск срока исковой давности. Имеется 50 фактов ненаправления на принудительное исполнение вступивших в законную силу судебных решений о взыскании порядка 500 миллионов тенге. А процедура формирования списков вузов для обучения по программе «Балашак» содержит широкие возможности включения практически любых вузов. Так, имеются факты направления стипендиата в вузы, которые отсутствуют в утвержденных списках. Аналогичная ситуация с определением специальностей. Детальный порядок их включения в перечни не установлен. И при этом практика, ориентированность и целесообразность включения отдельных специальностей вызывают вопросы. К примеру, наличие отдельных творческих специальностей или сфер госуправления, администрирования, права и менеджмента, специалистов которых в избытке готовят наши отечественные казахстанские вузы. Кроме того, процедуры отбора лиц, желающих пройти обучение или стажировку по стипендии «Балашак» в значительной степени не урегулированы, а ключевые решения могут зависеть от субъективного предпочтения уполномоченных лиц. На нормативном акте закреплен рекомендательный порядок присуждения стипендии. Тестирование и собеседование не носят обязательного характера, а ключевые точки принятия решения не урегулированы. Ответственность размыта комиссионными органами, контроль правомерности решений не предусмотрен. В деятельности Центра как администратора бюджетных средств также присутствует убыточная финансовая политика. Реализация права Центра на размещение свободных денег на депозитах банков второго уровня сопровождалась рисковыми сделками. К примеру, в 2018 году в результате дефолта Банк Астаны, Казахбанк, денежные средства, выделенные бюджетом в размере свыше 1 миллиарда тенге, оказались утраченными. Выше указанные факты свидетельствуют о нецелевых направлениях обучения. Полученная специальность не используется. Проект в отдельных случаях стал инструментом эмиграции. Остаются за рубежом порядка 270 выпускников и превратился практически в учебный туризм. Фактически Центр показывает недостаточную организацию подготовки специалистов за рубежом в соответствии с реальными потребностями рынка труда. Причинами такого положения является отсутствие стратегических программных документов и недодлежащая координация стороны профильного министерства. На основании изложенного прошу дать ответ по всем озвученным вопросам, пути их решения и устранения недостатков. А полный текст депутатского запроса предлагается. Благодарю за внимание.